Зима в Бишкеке В этом году на основе исследований было выявлено несколько факторов, которые могут поставить под угрозу жизнь человека. Согласно исследованию, за год было зафиксировано 112 смертей из-за грязного воздуха. В первую очередь частное отопление частного сектора, углем, другими веществами, знаете, что в разных районах мышинами где-то топят и пластиком. Потом это, конечно же, автомобильный транспорт, также это свалка. И ТЭЦ является самым малочисленным, потому что у него высокая труба, он прорубает так называемую температурную инверсию, там уже разные ветра, и это оседает, но не в Бишкеке. В последнее время загрязнение атмосферы стоит весьма остро. Казалось бы, главной причиной является техноэлектростанция, но экологи говорят о другом. Во время пандемии ТЭЦ продолжал работать, как обычно, а воздух был абсолютно чистым. Частные сектора выводят больше вредных веществ, чем ТЭЦ, так как горожане не придерживаются определенных правил. Еще одной причиной появления ядовитого смога является хаотичное расположение высоких зданий, впоследствии чего не идет циркуляция воздуха. Тем временем ученые выявили главную причину загрязнения воздуха в Бишкеке – это низкое качество угля. В зимние времена жители жилмассивов и частные сектора отапливают дом углем, что напрямую оказывает негативное влияние на атмосферу. Возникла уникальная ситуация в марте 2020 года. Мы исключили работу ТЭЦ, ее включали, выключали, также ввели режим ЧС. Автомобильный транспорт полностью тоже был исключен. И осталось отопление частного сектора. Мы знаем, что у нас уголь используется наш, бурый, высокая зольность, высокое содержание серы. И, конечно же, это влияет на наше здоровье и на формирование смога в отопительный сезон в столице. По данным Всемирной организации здравоохранения, загрязнение атмосферного воздуха – одна из основных причин смертности и заболеваемости во всем мире. С ней связано 4 миллиона случаев преждевременной смертности. Главным образом от болезни сердца, инсульта, хронической обструктивной болезни, рака, легких и острых респиратурных инфекций у детей. В связи с загрязнением воздуха экологи советуют не проветривать дома. Редактор субтитров А.Семкин